Правда, и первый прилетает ворона. И в день прилета ворон народханты устраивают весенний праздник, который называется Ворона-ворон. Я расскажу вам, что этот ворон летает, когда вы носите весну. Почему пино ворон так прочитает наш народ? В корену, на начало апреля, народханты называли вороньим месяцем. Связывали его с появлением прилетных стих. Первыми весной в северный край всегда прилетали вороны. Их называли подругами солнца. Давайте послушаем, как об этом говорится в старинной легенде. Давным-давно в седую старину ворона была райской птицей, белой, как снег, с чудным голосом. Она летала с другими птицами по солнечным просторам, и от ее пения просветала тундра и радовалась все живое. Но бог мрака решил навредить людям, украл солнце и спрятал его у себя под землей. На землю спустилась мгла и холод, которые купили все живое. И тогда вмешался бог Тору. Он создал всех радиских птиц на совет. Чтоб солнце не исчезло, нужно помочь ему рассеять мрак. А для этого оповестить людей на земле, чтобы они жгли костры. Кто готов пролететь в тьму? Мрак, холод, через семь ветров. И спросил он у орла. Готов ли ты, могучая птица? Задумался орел. Я не страшен, где не будет голод, опасное состояние, боишься с другим другом. Тихо. Шала, а ты готов взять на себя спасение наше небесно светило? Бог Торум по очереди спрашивал всех. Но ни одна птица не отважилась на долгий путь к людям на землю. И тут белая ворона сказала. Позволь мне, я хочу попробовать спасти солнце. Ведь ведь ему умрет все живое на земле. И ринулась ворона, сброс чесноту и лед полярной ночи в северный край. Не зная счету времени, преодолевая страшные препятствия, летела не останавливаясь так долго, что почернели ее перья. От крика сорвался голос. Но она добралась до земли. Летала, кружила, смотрела кругом. Холодно, хмуро, никого нет. Природа погрузилась в кромешную сонную тьму. Как страшно здесь на земле без солнышка. Что же делать, как разбудить людей? Ведь у меня совсем пропал голос. Я не могу кричать. Совсем обессидела ворона. Петь не могла. Но собралась тогда силой и картнула во все горло. Полетел ее в звонкий крик над просторами севера. От этого крика ожила земля и проснулся человек. Сколько же я спал, почему так холодно и темно? Почему? И где мои олени? Никого нет. Ворона, может ты мне скажешь, почему так холодно и темно? Почему я так замерз? И что мне делать? Бог здоров. Послал меня на землю, чтобы я своим криком разбудил людей. Чтобы они разожгли костры и разбудили солнышко, чтобы развеять эту тьму. Услышав зов отважной птицы, по всей тундре люди разожгли костры и разогнали тьму. Солнце вышло из плена и засияло на всю тундру. И природа ожила, радуясь своему пробуждению. К вороне не вернулся ее чудный голос. Она так и осталась черной. Но с тех пор народ ханты почитают ворону, считают ее спасительницей и называют подругой солнца. Ждут с нетерпением ее появления каждую весну. Вот потому и издавна повелось, что женщина, которая с 7 апреля 1 увидит ворону, ожидает счастья. Поэтому женщины старались затопить огонь в очаге, быстрее выйти на улицу. По поведениям ханты, мужчинам, кто первый увидит красавицу ворону, его тоже ждет удача в течение всего года. На охоте, на рыбалке, в оленеводстве, а это самое главное для хантыского народа.